И влюбился как пацан в первый раз А ты стоишь на берегу в синем платье Пейзажа кроши не могу пожелать я И распахнув свои шальные объятия Ласкает нас морской прибой, ой-ой-ой А перей ещё три дня и три ночи И шашлычок под коньячок вкусно очень И я готов расцеловать город Сочи За то, что свёл меня За то, что свёл меня с вами И да, многие из вас именно на нашем канале С тех пор, как мы стали зимовать в Сочи Всем привет! Вы на канале Семья на чемоданах Меня зовут Вячеслав И сегодня в выпуске я хочу вам рассказать Про такую мою подборочку Про пять мест в Сочи Которые вы можете посетить совершенно бесплатно Поэтому садитесь поудобнее Подписывайтесь на канал Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео И конечно же делайте репост Приглашайте на канал своих друзей, знакомых Братьев, сестер, родителей, детей Чтоб нас было больше И совсем скоро будет маленький юбилей Пять тысяч подписчиков на канале Большая цифра Давайте начинать! Итак, ребята, я убеждён, что существует очень много людей Которые ни разу не были в Сочи И даже кто-то из вас смотрит выпуск и думает Так, а что посмотреть в Сочи? И вы знаете, кто-то из вас приедет надолго в Сочи Там, я не знаю, на неделю, на 20 дней, на 30 дней А кто-то приедет на 3 дня, на 5 дней И я вот решил сделать такую подборку Чтобы вы могли приехать в Сочи И какие-то места посмотреть Вот я выделил 5 бесплатных мест Где не нужно тратить деньги За проходы и ещё за что-то Просто можно приехать и классно там провести время Итак, первое, что я рекомендую Это Олимпийский парк Примерно так выглядит, если вам видно Во-первых, это большая территория Где представлены Олимпийские объекты В которых как раз проходила зимняя Олимпиада Сейчас там тоже много что проходит Есть какие-то даже и секции различные Проходят спортивные сборы И там можно взять экскурсию Но можно походить самому и всё смотреть В принципе, этого будет достаточно В центре Олимпийского парка стоит поющий фонтан Он играет по вечерам, играет классная музыка Там собирается огромнейшее количество людей Чтобы посмотреть на это прекрасное зрелище Также там можно взять на прокаты Любой электротранспорт, самокаты, байки и прочее Сами увидите и всё поймёте И просто покататься по этой огромной-огромной территории Там также есть табло На котором представлены все Олимпийские чемпионы Бронза, серебро и золото Тоже можно подойти, знакомиться Классная такая штуковина Далее, помимо того, что вы можете просто погулять по этой территории Если вам повезёт с днём То вы можете насладиться бесплатно гонками Которые там проходят достаточно часто Там есть дрифт, там есть спринт На классных машинах Просто можете встать на цветные мостики И понаблюдать за этим крутым зрелищем Но я думаю, что особенно парни поймут, про что я говорю Если вы с детьми Вы можете погулять на детской площадке Она тоже абсолютно бесплатная И она большая, огромная И я уверен, что во многих городах таких детских площадок нету Мы там тоже очень часто бываем И дети там каждый раз, когда туда приходят Кайфуют от этого Также в Олимпийском парке есть фотозона Я её тоже показывал в выпуске Где огромные такие гигантские высокие пальмы Как в Майами Там можно закатить свою машину, если вы на машине Либо просто пофотографироваться самому И отснять какой-то для себя классный видеоролик Также в Олимпийском парке есть Сочи парк Но вход туда, ребята, платный Поэтому, если вы готовы туда зайти и заплатить деньги Чтобы покататься на аттракционах То, конечно же, welcome Но выпуск сейчас именно про бесплатную историю Но в округе погулять можно Посмотреть издалека И для тех, кто не собирается И никогда там вообще не любит эти всякие экстремальные горки Вы можете также встать на цветные мостики И понаблюдать за людьми Как они там отрываются Как визжат Это тоже довольно-таки классное зрелище Многие смотрят с телефоном Снимают это Но никогда туда не зайдут и не будут кататься Давайте переходить ко второму Итак, ребята, второе Это Мерединская набережная Вот так она примерно выглядит Опять-таки, если вам это видно Место великолепное Вроде казалось бы Блин, так банально набережная Вы знаете, каждый курортный городок Славится своей набережной И каждый вот курортный городок Каждый какой-то поселочек Он старается набережную как-то обустроить так, что туристам будет там кайфово Чтобы они там спускали Конечно, но Мерединская набережная Она настолько красивая Ну, во-первых, да Там открывается вид на море Она, конечно же, всегда чистенькая Да, дорожное покрытие для электро-всяких штуковин Не совсем Но провести время на набережной Которая протяженностью свыше 5 километров Это огромное удовольствие Мы очень часто там гуляем Мы ходим от начала до конца От конца до начала И нам вообще Мы ни разу не устали Полно всяких разных кафешек Вы можете просто полюбоваться Достаточно многим будет просто Полюбоваться на рестораны Которые там существуют И в межсезон, кстати Если вы вот-вот приедете Они все работают И Мерединка живет вообще полным ходом Так же, как и жила в сезон летом Здесь сезон не прекращался Людей много Здесь полно детских площадок Есть классные площадки В районе Суров кафе Тоже можете заглянуть туда Если вы с детками Песочная такая локация Ну, детям точно она зайдет Здесь есть пляж Называется Бархатный сезон И там установлен памятник Дружбы народам Фонтан, который тоже подсвечивается Там также установлены Скульптуры для эльфинов И не просто так Потому что на этом пляже На этом месте В нормальную погоду Всегда можно увидеть стаи дельфинов И я тоже думаю Что многие из вас Никогда так не видели А там подходят дельфины Очень близко Также, если вы пройдете дальше До металлического забора У вас откроется Великолепный, бесплатный Панорамный вид На абхазские хребты На заснеженные вершины Издалека вы увидите Город Гагру Питсунду То есть, ну вот С таким видом Это единственная точка Где можно посмотреть Этот вид Поверьте Один раз побывать На этой набережной Точно стоит И я больше чем уверен Что вы в нее просто Влюбитесь Давайте переходить к третьему Ну, ребята Третье место Которое вы можете Бесплатно посетить И получить огромнейшее Удовольствие От этого места Это Сочинский Морской порт Он находится Прям в центре В, так сказать В центре всех событий В центре Всей движухи В центре Дорогих машин В центре Шикарнейших ресторанов В центре Классных парков И растений Это именно Морской порт Сочи Мы очень много раз Там гуляли И каждый раз Когда мы туда Приезжаем Там бываем Блин Это классно Ну, во-первых Кто может Относиться Равнодушно К такому количеству Скопления Дорогущих яхт Не знаю кто Я постоянно Хожу там И просто Считаю Сколько же там стоит Там яхты Я не знаю Ребята На любой вкус От самой маленькой Там какой-то парусной До Огромнейшей С огромнейшей Палубой Место Классное Здесь можно что Ну, просто погулять Да, если Хотите Вы можете Отправиться На морскую прогулку Посмотреть на Вечерний Сочи Проводить закат Можно С утреца Рассвет Как вам удобно Можно сгонять на рыбалку Но это, конечно За денежки Мы все-таки Да, сейчас Про бесплатную историю Здесь можно Погулять И просто Пофотографироваться Как лайфхак Берите с собой Батон Отщипывайте Бросайте вверх Вам будут Подлетать чайки Возле вас Хватать Этот хлеб И у вас Получатся Очень крутые Инстаснимочки Я думаю Вы понимаете Про какие фотки Я говорю Также вы можете Прогуляться Там По Набережной Которая идет Вдоль моря Там всякие Разные магазинчики Тоже кафешечки Там есть такая Площадь Где установлена Отпись Сочи Всякие Озеленения В виде Спортивной машины Быка По-моему Бык там стоит В общем Классная локация Для того Чтобы просто Погулять И провести Время в Сочи В классную Теплую погоду Давайте двигаться дальше Следующее место Которое хочу Вам порекомендовать Обязательно Для посещения Это Ребята Не Это Не Швейцария Это Красная Поляна Передвигаемся От Адлера 42 километра В гору На Высоту 600 метров И попадаем В эту Нереальнейшую Красоту Я не встречал Еще людей Которые Вы сгоняли На Красную Поляну И сказали Нет Ребята Все Кто был На Красной Поляне В один Голос Говорят Это Лучшее Что Есть Вообще В России Да До Олимпиады Мало Кто Вообще Знал Что Существует Такой Поселок Мало Кто Туда Ездил Но Перед Олимпиадой Там Отстроили Там Там Великолепно И мы готовы Туда Вернуться Но Единственное Что Ценники На Жилье Которые Там Есть Они Я не знаю Возможно Неадекватные Но Большинство Людей Которые Хотели Быть На Красной Поляне Они Считают Так же Какие Мы Неадекватные Что Вы можете Там Посмотреть Ну Ребята Во-первых Просто Вы можете Туда Приехать Там Либо На такси Либо На своей Машине Либо На каком Каршеринге Можете Погулять Как В самом Поселочке Красная Поляна А можете Доехать До Роза Хутор Там Где Есть Площадь Установлены Вот эти Огромнейшие Часы Там Есть Казино Для любителей Сыграть Для любителей Азарта Можете Заглянуть Там Великолепный Рекам Зымта Там Есть Пешие Прогулки Там Течет Родник Можете Совершенно Бесплатно Попить Родниковой Воды Там Есть Детский Бассейн Это Если Вы Приедете Летом Да Он Тоже Совершенно Бесплатный Там Есть Пляж Роза Хутора Где Тоже Можно Окунуться В Жару Вы Можете Пройти По Пешим Тропам Дойти До Водопадов А если Располагаете На Подъемнике Подняться Поднимайте На Подъемнике На вершину В общем На Роза Хуторе Поверьте Есть Что Делать Плакать И Сколько Сейчас Мы Туда Приезжали Когда Мы Спускаемся К берегу Домой И Мы Понимаем Что Как будто Там Дом И Оттуда Не Хочется Уезжать Всегда Уезжаешь Тут С Таким Грустным Настроением Сто Процентов Красная Поляна Западет Ваше Сердце И Вас Будет Однозначно Оттуда Тянуть Постоянно И Возможно Вы Будете Приезжать Туда Вновь Чтобы От этих Видов Итак Ребята Давайте Снова Переместимся В самый Центр Сочи Район Ривьера И Там Можно Посетить Совершенно Бесплатно Замечательней Огромный Парк Который Так и Называется Ривьера Прямо Неподалеку От него Есть Самый Лучший Прямо Топовый Пляж В Сочи Это Пляж Ривьера Все так Банально Сам Парк Сам Парк Чудесный И Такой Потом За него Взялись Начали Отстраиваться Если Раньше Можно Было Просто Зайти Там Что-то Погулять Возле Каких-то Деревьев Посмотреть Какие-то Акустики И Выйти То Сейчас Это Большой Парк Который Предоставляет Огромнейшее Количество Услуг От Кофе До Крутых Аттракционов Да То Есть Вы Можете Сюда Зайти Здесь Есть Музей Ретроавтомобилей Но Это Конечно Ж За Дополнительно Здесь Есть Памятники Здесь Есть Магазинчики Есть Дельфинарий В общем Высадка Различных Крутых Деревьев Фонтаны Колесо Обозрения Зеленый Театр Куча Всяких Аллей Музей Волейбольные Детские Площадки Ребята Семейный Веревочный Парк В общем Представляете Это Огромная Территория Я даже Не знаю Сколько Гектаров Но Мы Обязательно Туда Сейчас Загоняем Я Сниму Такой Полный Обзор Прикрепим Пляжем Чтоб Вы Тоже Могли Посмотреть Но Самое Главное Чтобы Попасть В этот Парк Вы Можете Совершенно Бесплатно Ребята Я Больше Чем Уверен Что Данный Выпуск Был Для Вас Очень Полезным Особенно Для Тех Кто Собирается В Сочи Впервые Поэтому Не будьте Жадными Поделитесь Выпуском Со Своими Друзьями Просто Сделайте Репост В Свои Социальные Сети И пусть Они Тоже Увидят Что Сочи Это Не Все Про Деньги Не Все Дорого Здесь Есть Крутые Места Совершенно Бесплатно Подписывайтесь На Канал Нажимайте Вот Эту Красную Кнопочку И Нажимайте На Колокольчик Чтобы Не Пропускать Новые Выпуски И Быть В Курсе Событий Выпуски Выходят На Нашем Канале Каждый День Мы Зимую В Сочи Уже Конечно Идет Весна Мы Тут Достаточно Долго До Лета Мы Тут И Будем Постоянно Обозревать Чтобы Ваш Отдых Был Комфортный Вы Могли Выбрать Место В Сочи Куда Вам Поехать И провести Свой Незабываем Отдых С вами Прощаюсь До Новых Выпусков И Увидимся Уже С вами Завтра В Новом Выпуске Всех Обнял Всем Пока